Всем привет, друзья! Сегодня мы вновь возвращаемся к теме сериалов, ведь вышло уже достаточно много интересных проектов, достойных вашего внимания. А перед тем, как начать, напоминаю, чтобы вы обязательно подписались на мой канал, так вы всегда будете в курсе последних новинок мира кино. Погнали! Отличный научно-фантастический сериал о загадочной угрозе «Обломки» поведает о двух спецагентах, которые должны определить местонахождение и идентифицировать загадочные обломки, недавно упавшие на Землю из космоса. Каждый из фрагментов оказывает непредсказуемое, мощное, а иногда и опасное воздействие на обычных людей, из-за чего агенты вынуждены действовать максимально осторожно, но при этом им приходится торопиться, ведь за инопланетными телами уже развернулась настоящая охота. Все плохо. Я должен все изменить! Я должен все изменить! Как такое вообще возможно? Это же наша работа. Невозможно. Только-только стартовал многими долгожданный сериал по комиксам Марвел «Сокол и Зимний солдат». Согласно сюжету, после того, как не стало Капитана Америки, его место и щит унаследовал Сэм Сокол Уилсон. Тем временем Баки Барнс пытается вновь стать частью общества и поближе познакомиться с современным миром. Вместе они отправляются в путешествие, где им предстоит столкнуться с бароном Зэма, анархистской группировкой и Джоном Уокером, которого американская армия хочет поставить на место Кэпа. Друзья, хотите узнать, как бесплатно и без рекламы смотреть фильмы в хорошем качестве? Я вам расскажу про телеграм-канал «Слив халявы», который сливает промокоды на бесплатные подписки, киносервисов, Кинопоиск, Нетфликс, Медиатека, Ока, Иви и так далее. Там же есть промокоды на получение огромной скидки на еду в Маке, Киевсе, Бургер Кинге и даже промокоды для таких сервисов, как Бум, Ютуб Премиум, Эппл Мюзик и прочие. Плюс ко всему, там вы можете найти кучу других фишек, которыми можно воспользоваться в различных магазинах и при этом довольно неплохо сэкономить. Переходите по ссылке в описании и начните тратить деньги с умом. DC Comics попытались создать не только конкурента сериалу Ванда Вижен, но и переосмыслить телеверсию Супермена для более взрослой аудитории – Супермен и Лоис. Согласно сюжету, после долгих лет борьбы со всевозможными злодеями, Кларк Кент и его возлюбленная Лоис Лейн решают остепениться и пожить обычной жизнью среднестатистической семейной пары. Однако, обзаведясь детьми, герои понимают, что оказывается быть молодыми работающими родителями не так просто, как разбираться с плохими парнями. Я не могу просто бросить этот мир. Миру всегда будет нужен Супермен. Но семье ты сейчас нужен больше. Телевизионный сиквел «Молчание ягнят» под названием «Клариса» поведает о федеральном агенте Кларисе Стерлинг, которая арестовала серийного убийцу по прозвищу Буффало Билл и имела опыт сотрудничества с сумасшедшим людоедом Ганнибалом Лектором. Из-за подобных дел женщина получила среди коллег репутацию охотницы на монстров, а вместе с тем приобрела необычную форму стрессового расстройства. Главная героиня возвращается на службу, чтобы вновь выслеживать жестоких убийц и сексуальных маньяков. Весьма интересный мистика-психологический триллер в виде небольшого мини-сериала «В ее глазах». Повествует о матери-одиночке Луизе, которая заводит роман с привлекательным незнакомцем в баре, но вскоре выясняется, что это ее новый босс Дэвид. Мужчина, к тому же, женат, но Луиза не может прекратить эту связь. Через какое-то время запутавшаяся женщина становится лучшей подругой жены Дэвида и начинает подозревать, что за их супружескими отношениями скрывается нечто зловещее. Чай, пальцы. Спокойствие. Соберись. У нас не меньше тараканов, чем у других. Просто мы лучше их скрываем. Еще один мини-сериал для истинных любителей британских детективов. Убийство в Пембрукшире. Старший инспектор полиции Стив Уилкинс приезжает в Пембрукшир, чтобы с помощью современного ДНК-анализа расследовать два давних дела. Джон Купер, отбывающий тюремный срок за кражу, намерен добиться условно-досрочного, но главный герой убежден, что именно этот мужчина в далеком 85-м году совершил двойное убийство. Поэтому Уилкинс решает сделать все возможное, чтобы негодяй получил по заслугам. Весьма неплохой, запутанный испанский триллер «Беспорядок после тебя» поведает Аракель, учительница литературы, переехавшей вместе с мужем в провинциальный городок. Устроившись работать в местную школу, героиня в первый же день получает записку со смертельной угрозой, а затем выясняет, что ее предшественница покончила жизнь самоубийством. По мере того, как Ракель начинает все больше углубляться в историю этого страшного происшествия, тем больше начинает бояться за собственную жизнь. Нет, нет! Смерть – это искусство. И мне удалось в совершенстве им овладеть. Настоящий хитро закрученный английский детектив с минимальным количеством выстрелов и бессмысленных погонь. Призраки прошлого расскажет, как однажды со дна моря был поднят автомобиль, давно находящийся в розыске. Ветеран полиции Том Бренник сразу прибывает на место и вскоре обнаруживает связь между этим событием и старым нераскрытым делом, отправленным в архив много лет назад. В попытках выяснить правду Том поднимает старые архивы и начинает расследование, чем наживает себе немало врагов. Ты полицейский. Это твоя работа. Никто не справится лучше тебя. Я плохой человек. Правосудие любой ценой. Также новыми сезонами обзавелись такие интересные сериалы, как «Ради всего человечества». Фантастика в жанре альтернативной истории рассказывает о том, что бы случилось, если бы космическая гонка США и СССР не закончилась. Мы пришли с миром ради всего человечества. К бою готов. С этим надо считаться. Новый Амстердам. Медицинско-драматический телесериал о главвраче старейшей государственной больнице США, а также стартовал седьмой сезон популярного сериала по комиксам DC – Флэш. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова